Здравствуйте, уважаемые, с вами Маклаксон, и вы только посмотрите, где мы находимся, я в MySummerCar. Да, друзья, я починил её, господи, слава богу, вы бы знали, какой у меня был лютый тильт из-за того, что у меня сломалось сохранение. Об этом знали люди, которые подписаны на мой телеграм-канал. Так что, ребятки, если вы думали о том, почему не выходят новые серии по MySummerCar, обязательно подпишитесь на телеграм-канал, ссылочка на него прямо сейчас подо мной, а также в описании. Вот, видите, у меня сломалась игра пару дней назад, и об этом я там сразу же сообщил. О, нам тут звонит, ребята. Так, пришла посылка на твое имя, хорошо, нам звонит Эмма. Итак, ребят, давайте вкратце объясню. Всё, я успешно закончил прошлую серию, вышел из игры, как обычно, сохранился, всё. Всё, затем, на следующий день я захожу в игру, побегал тут по дому, утолил жажды различные, нужды, да. Просто потом встал в АФК, вот здесь в коридорчике, вот прям как сейчас, в ожидании, звонка от... Ну вот, и от того же Тейма, от которого мы ждём посылку, а именно диски я заказал, ну, колёса, диски. А также звонок от Механика, потому что, как вы помните, в прошлой серии мы сдали ему Сатсуму, чтобы он поставил нам каркас безопасности. Вот, поэтому у нас сейчас его, этот, из головы вылетел, как называется, Феррендейл, вот. Вот, в общем-то, нужно забрать Сатсуму, я думаю, она уже готова, потому что я в прошлый раз долго прождал. В общем, ребят, в чём прикол, я стоял просто в коридоре, ждал звонков, и у меня крашнула игру. Ошибка там, типа, упс, the game crashed, и, короче, какая-то ошибка. Я пробовал перезаходить, я пробовал переустанавливать игру, удалять все моды, которые у меня стоят. Вот, бэкапов сохранения у меня нету, у меня вот только оно как одно было, и всё. Я уже, короче, ребята, отчаялся, перепробовал многое, и думал, что всё хана моему сохранению. Думал, что, похоже, это конец. Потом пошёл в MSK Editor, я ещё много гайдов на ютубе посмотрел. В итоге я так и не нашёл решение конкретно своей проблемы, чтобы вот так. То есть там зачастую проблема была либо с самой игрой, либо модой, либо ещё что-то. Но у меня проблема была конкретно с моим сохранением. Потому что я говорю, игру я переустанавливал. Вот. И если я начинал новую игру, то у меня успешно она начиналась, ничего не вылетало. А когда я снова возвращал своё сохранение в папку и пытался в неё зайти, ничего не работало. Я так и не понял, в чём была проблема. Что я, ребят, сделал? Я зашёл в MSK Editor, решил попробовать потелепортировать себя в разные места на карте из дома. Потом там какая-то то ли какие-то проблемы были, то ли что. Короче, я тоже что-то нажал фикс этих проблем каких-то. Я точно не знаю, что я там фиксанул. О, кстати, у нас перегорел предохранитель в гараже. Давайте-ка поменяем. И, в общем-то, что? И вот я из-за вот этой вот просто глупой идеи потелепортировать самого себя куда-то в другие места и вот этих фиксов, я просто захожу и сохранение загружается. И я такой, охренеть! И всё, я полетел быстро снова ставить моды, которые у меня стояли, ставить русификатор. И, в общем, всё, ребят, вот я здесь и всё работает, представляете? Я, господи, я так рад, что я починил сохранение, ребят. Вы бы знали, как я реально жёстко тильтовал. Короче, ладно, ребят, смотрите, у нас сейчас дела как обстоят. У нас, давайте посмотрим, во-первых, я уже всё позабыл реально с прошлой серии. Так, у нас суббота, время день. Давайте, наверное, поедем мы с вами... Так, подождите, стоп. Сейчас я, ребят, прострою маршрут и скажу вам. Так, ладно, ребят, примерно я понял, что хочу, вспомнил. Короче, у нас здесь, во-первых, приготовилась брага. Это значит, что я сейчас, ребята, смотрите, что делаю. Во-первых, я сейчас заливаю все бутылочки. Вот, мы с вами всю брагу грузим в Ферндейл, вот сюда. Едем на нём, забираем сатсуму от механика. Всю брагу я перекладываю, естественно, уже в сатсуму. Потом мы едем эту брагу, продаём алкашу. После этого мы с вами поедем... Так, после этого, после этого мы поедем, я думаю, в город. А, нет, блин, в город ехать уже смысла нету. Потому что у нас... Потому что у нас с вами... Ой, господи, как его называют? Магазин в воскресенье будет закрыт. А нам нужно с вами забрать посылку. Ладно, тогда я сейчас, ребята, должен буду проскипаться. Мы с вами подождём понедельник. И вот всё, что я сейчас перечислил, мы этим займёмся в понедельник. Вот, тогда я сейчас просто выходные буду скипать. Ну, а пока я просто загружу бутылки в Ферндейл. Так что, ребятки, всё. Сейчас увидимся уже ближе к понедельнику. Всё, давайте. Итак, ребята, время, суббота, вечер. Только что утолил все нужные жажды. Посохранялся. Вот время сколько уже? Ну, уже практически пол-одиннадцатого вечера. В принципе, могу ложиться спать. Усталости много. Я тут подумал, а вдруг позвонит алкаш, как бы, почему бы нам его с вами не отвезти, да, заодно. Я, кстати, вот всё, ещё брагу всю скидал. Я вот думаю, давайте, если позвонит алкаш, нам нужно его отвезти, причём последний раз. Вот, поэтому давайте я возьму фонарь с собой. Вот, и если что, как бы, вдруг, вот, если что, нам его с вами надо прокатить, да. Так что, давайте, я врубаю здесь свет и ложусь спать. Возможно, сегодня он нам позвонит, и это будет финальный пятый раз. О, ребята, реально. Интересно, интересно. Я бы наступал всем своим друзьям. Не мог бы это меня забрать. Конечно, я могу тебя забрать, братишка. Ну, всё, ребята, да чё? Поздравляю, наконец-то, в пятый раз сейчас я его отвезу домой. И мы с вами посмотрим, что же я предприму в следующий раз. Это у нас пока загадка. Благо, хорошо, что я уже сейчас всё утолил. Ой, тихо, дворники не надо. Видите, я вот не играл два дня, уже забыл, с какой стороны здесь это зажигание. Так, врубаем фары. Сейчас где-то они вот здесь у нас были. Всё. Так, ну, фонарик можно отнести домой, в принципе. Наверное, вот, пускай он лежит дома. Он нам с вами с собой не нужен. Вот, оставляем фонарь дома. Вырубаем свет. И отправляемся в путь. Такс. Ну, вот, как раз займу время сейчас, чтобы мне просто в тупую не скипать всё воскресенье. Потому что это слишком скучно. Вот, лучше займусь полезным делом. Отвезу алкаша ещё разок. Так, там бензин-то у меня есть. О, бля, кстати. Полбака надо будет в следующий раз уже заправиться обязательно. Сейчас-то я и не заправлюсь. Так. Свет, пожалуйста. Мне надо пристегнуться. Всё. Лампочка погасла. Давайте. Заводимся. И всё. Мы с вами... А, нет, ещё не всё. Всё. Теперь мы готовы. Ну, всё, ребятки. Ладно, давайте. Я поехал до города. Как всегда, думаю, нету смысла показывать. Потому что мы уже с вами сколько раз катались до этого города. Уже все прекрасно это помнят наизусть. Так что, ребятки, всё. Увидимся, когда я доеду до Йокки. Всё, ребята. В город я заехал. Должен наш дружочек уже быть где-то здесь. Эти вещи натрутся тут. Ох, ну привет, Йокки. Давай. Добрый вечер. Спасибо, что приехал. О, автомат наш валяется, который мы воровали. Давай, опять сесть не можешь, бедняга. Ничего бывает. Всё, погнали домой. Йокки, Йокки. Что ж ты так, а? Дружище. Ты умный парень. Мне нужно сказать тебе кое-что. Никто не знает, что я очень богатый человек. Миллионер. Правда, Йокки? Миллионер. Что, реально? Моя жена не знает, что я выиграл в лотерею. Я забрал деньги сам. Пять миллионов марок. Пять миллионов — это немало. Миллионер. Да-да. Чё, Йокки, может, ты ещё чего вам расскажешь интересного? Нет? Или всё пока на этом? Он будет ещё что-то говорить или нет? Я просто не помню уже. Он ещё должен, по-моему, сказать, что он их спрятал где-то, да? Я спрятал деньги в чемодане. Я не могу пользоваться ими, потому что моя жена начнёт подозревать. Она уйдёт от меня, если она будет иметь эти деньги. Да. Да-да. Спрятал, значит, в чемодане деньги, да, Йокки? Угу. Понял тебя. Я тебя понял. Нужно оставить всё как есть. Я самая богатая задница здесь. По крайней мере, моя жена всё ещё со мной. А не с глупым васковым, васковским томатным фермером. Ну, не знаю, Йокки, не знаю. Чё с деньгами-то планируешь делать? Рассказывай. Интересно же. Раз тебя на откровение пробило тут. На такие. Та-ра-та-та-та. Чё-то так оживлённо, хотя ночь. Ребята, вы чё все не спите? Так, ну, я так понимаю, Йокки всё. Закончил свой монолог. Ну, в общем, ладно, ребят, давайте я вам скажу. Теперь время раскрыть все карты. Что же я планирую? Какой план у меня насчёт Йокки? Я хочу его ограбить или же оставить деньги ему и продолжить жить, так сказать. Ну, не прям в нищете, но без денег. В общем-то, ребята, я решил, что я ставлю деньги Йокке. Я не буду их брать, потому что он стал для меня уже настоящим другом. Ну, и плюс он и так у меня часто покупает брагу, так что с ним я не обеднею. Вот. Лучше мы, так сказать, поступим по-человечески, деньги воровать не будем. Вот. Сохраним себе друга, сохраним человеку жизнь, а также поможем ему впоследствии с переездом. Кто вдруг не знал, если мы заберём у Йокки деньги, то он попытается нас, ну, убить. Но отбиться от него будет легко. И если я это сделаю, то Йокки отчаится и повешается под мостом. Я не хочу вести к такому плохому варианту событий, меня это не радует. Здесь и так достаточно одиноко. Вот, ребят. А так, мы оставим ему деньги, он купит себе новый дом, переедет и попросит нас о помощи. И мы ему поможем. Ну, так что, ребятки, вот, теперь вы знаете, чем закончится наша с ним история. Так что, Йокки, не волнуйся за свои денюжки. Ну, да, давай. О, мы и так на нём зарабатываем. Так что всё, давай, браток. До скорых встреч. Я надеюсь... Я надеюсь, это же не я его сейчас убил правильно. Это он просто у нас упал, потому что он всё время, когда выходит из тачки, он падает. Так что, Йокки... Ну, да, он... Слышно, как он говорит. Так что, давай, Йокки, иди с похмелья, так сказать, отходи. Вот. А я поехал домой. Дождёмся понедельник. Так, и в понедельник вот у нас с вами предстоит куча дел важных. Где там, блин, ручник этот? Всё, ребят, я погнал домой. Увидимся там. Всё, ребятки, добрался до дома. Так, нас тут встречает... Счёт за телефон. 120 марок. Нормалёк. В общем, ладно, ребят, смотрите. Давайте так, сейчас сразу вам свой план действия описываю, чтобы вы потом не думали, что это я там наделал. Я сейчас, получается, смотрите, приехал домой. У нас... У нас с вами особо планов пока что никаких нету. И всё воскресенье у нас свободно. Делать нам нечего. Поэтому я, ребят, сейчас просто буду... Так, сейчас, секунду, запаркуюсь. Я сейчас просто буду, скорее всего, весь день скипаться и просто ждать ночь. Поспим, и в понедельник уже отправимся по делам. Так что, ребята, всё. Let's go. Ребята, кстати, я вспомнил про то, что у нас с вами стоит сетка с рыбой. Вы посмотрите, наконец-то тут не одна рыба, а четыре. Я предлагаю так. Я сейчас в течение дня эту рыбу, наверное, возьму, пожарю дома. И пока мы будем кататься по делам, мы ещё заодно заскочим к бабушке. Надеюсь, что просто в понедельник будет ясное небо, и она будет дома. И продадим ей рыбу, ведь она ждёт рыбку. Будут нам лишних 800 марок. Ну, в смысле, ну, плюсом. Не лишнее, конечно. Денег лишних не бывает. Так что всё, ребят, я погнал домой. Делать дела. И ждём понедельник. Ребятки, смотрите-ка, мне звонит Флитари и пишет, ой, говорит, хочешь заработать 10 бутылок крепкого алкоголя? Выли канализационные отходы перед входом в техническую инспекцию. Он заслуживает этого. Это у нас квест типа вандализм, но... Ну, не знаю, ребята. Вряд ли я буду этим заниматься. Я уже и забыл, что у меня стоит здесь гифу, в которой... А, подождите, что? А он же, по-моему, должен это просить делать, если у нас гифу стоит с говном. А она же пустая. Слушайте, очень странно. Ну, ладно. В общем, ребята, в любом случае, я навряд ли буду делать эту... Ну, выполнять его просьбу. Вот, потому что... А, потому что что? Потому что... Услуги его, в принципе, я уже выполнил все, которые хотел. В том числе, грёбаный дорогой каркас. Так что скидка мне у него уже не нужна. Вот. 10 бутылок алкоголя мне не надо. У меня она одна стоит до сих пор. Неиспользованная. Ну, просто, ребят, не хочу штраф и всё такое. Так что не. Ребята. Я сейчас сохранил игру. Я сохранил игру, загрузился и услышал стук в дверь. Чё я сделал? Я убил человека? Алкаша, что ли? Вы чё, реально? Бля, в смысле? Я его реально задавил? Он же сам упал. Я никого не сбивал. Чё за бред? Не, пацаны. Пацаны, подождите. Сейчас очень важный момент. Ну, хер с ним в тюрьму сесть, отсидеть. Дело в другом. Если я убил алкаша, он... А вдруг он больше не воскреснет? А так... А мне так не надо? Я не собирался его сбивать. Пацаны, чё делать? Бля, мне чё сейчас опять брать этот? Брать свой сейв, который у меня остался. Вот когда я починил только сейчас игру. Ладно, пацаны. Сейчас я порешаю. Давайте посмотрим. Нажимаем сюда. Так, мы с вами очнулись в тюрьме. Первый раз. Десять дней, пацаны. На десять дней, мать его! Вы понимаете? Пипец, пацаны. На десять дней посадили. Твою мать, а! О, господи. Как это страшно выглядит. Пацаны, я не знаю. Надо выбираться, я думаю. Наверное, мне нужно сейчас перезагружать свой сейв. Делать снова всё то, что я уже сделал. Везти снова алкаша домой. Аккуратно на этот раз. Ладно. Сейчас я что-нибудь решу. И выйду на связь. Так, пацаны. Короче, я сейчас перезашёл в игру. Установил кое-какой мод. Короче, смотрите. Сейчас я вам покажу. Чит-панель. Да не стучитесь. Короче. Я сейчас телепортируюсь к алкашу. И мы с вами видим, что он живой. Это самое главное. Что он живой. Значит, он будет жить. Значит, с ним всё будет нормально. А значит, ребята, я... Ой. Привет, Йокки. Рад очень, что ты жив. Значит, ребята, что он будет жить. А значит, наверное, если я сейчас... Пойду делать всё заново. И тем самым избегу этим наказания в виде тюремного срока. Я поступлю, мне кажется, немножечко нечестно. Потому что, ну, всё-таки это моя оплошность, что я так сейчас сделал в игре. Поэтому, ребята, поэтому, смотрите. Я выхожу при вас в меню. Вновь захожу. Вот. Мы с вами ждём. Сейчас, секундочку. Вот. Сейчас к нам постучаться в дверь. Сотрудники доблестные. Вот. Во. Вот он, блядь. Вот он, собака. Сейчас, короче, ребятки, быстро пьём водичку. Ну, короче, ладно. Раз алкаш живой. Так уж и быть, ребята. Я... Предположим, что у меня нету выбора. Мне некуда деваться. И я обязан посетить, так сказать... Ну, принять своё наказание за то, что я убил человека. Поэтому, ребята, мы с вами садимся в тюрьму. Это жесть. Это жесть, ребята. Это полная жесть. Так. Ну, в общем, чё, ребят? Смотрите, как вы поняли, сбежать у меня не получится. Потому что здесь нас ждут менты. Разрешите? Ой. А дверь-то уже не даёт закрыть. Если ты не выйдешь к нам сейчас, я, типа, войду сам. Ладно. Здравствуйте. Короче, убийство. Десять дней срок. Одно преступление. Максим Клаксонов. Ну, что, ребята? Отправляемся за решётку. Вот и понедельник, как я хотел. Да, ребята. Вот и понедельник. Капец. Конечно, капец. Эх, шарик. Я, как и ты, жил на цепи. Шарик. Хлебал хозяйские харчи. Ну, вы поняли. Ну, короче, чё, ребята? Теперь. Всё моё развлечение, которое у меня есть, это баловаться со светом. Сохраняться в туалете. Писать. У меня есть музон, и у меня есть телек. Ну, и, конечно, кровать, чтобы спать ночью. Блин, к сожалению, даже сейчас на нём я не могу на неё залезть. Ну, что, ребятки. Придётся мне сейчас тут чалиться целых 10 грёбаных дней. Что ж. Такова моя судьба. Такова судьба того, кто приступил к закону. Знайте это, ребят. Не повторяйте моих ошибок. Ну, что, давайте немножко так. Сейчас я никогда не сидел в моей Саммеркар в тюрьме на самом деле. Вот, лишь попадал. Но, конечно, раньше сюда, отсюда всегда с читами сбегал. Давайте хоть это вообще посмотрим сейчас развлечение. Чё, радио-то работает. Как? Две радиостанции у меня есть. Весело, ребят. Очень весело. Слушайте, а здесь же кормить должны, по-моему, да? Ну, это же... Ну, правильно, я же должен как-то голый жажду утолять, чтобы не умереть здесь. А по телеку чё? Ну-ка, ну-ка. Развлечение. 500. А хрень знает, ребят, как этим пользоваться. Погода, спорт, новости, развлечение, культура. Ладно, пофигу. В общем, ладно, ребят, чё? Я щас, наверное, сохранюсь разочек даже. Вот. И продолжу мотать срок. Блин, ребята, чё я понял? Очень жалко, что у меня нету часов, потому что я даже не знаю, сколько сейчас, мать его, времени. Всё, что я вижу... Да я даже улицу не вижу. О, ладно, вот так я могу хоть немножко смотреть. Эх, блин, я пока выйду, уже зима наступит. Чёрт, её дери. Никого нету. Хоть бы закамерника посадили. Об одного вообще скука. Эх, пацаны, ладно. Ну, слушайте, хотя бы татухами я бы заведусь. Надо будет потом часики тоже как-то себе намутить. Ну, чё, ребят, всё. Я... Я тогда продолжаю пока просто свою отсидочку. Сейчас, наверное, дождусь хотя бы, пока меня один раз покормят. Покажу вам. Сам посмотрю, чем здесь кормят. И будем с вами там уже заканчивать. Не, вообще, я считаю, что меня подставили. Потому что... Извините меня, но... Алкаш живой. Какого хрена я сижу в тюрьме? Он живой. Он не может дать показания, я не знаю. То есть, они нашли его на траве около дома и подумали, что он дохлый. Потом такие... Потом такие, так, это алкаш Йоки местный. Мы его знаем, он из города. Он частенько в пабе зависает. Поехали в паб разбираться. Нашли людей, которые сидели там прошлым вечером. И давай у них расспрашивать. А вы не видели, куда направился Йоки прошлой ночью? Они такие, видели. Его забрал какой-то синий микроавтобус с остановки. И то есть, вот так они вышли на меня. Но они подумали, что он мертвый валяется. Он всего лишь с похмелья валялся там и спал. Ведь сейчас он сидит около своего дома. И ждет, пока я привезу ему новую партию браги. Вы понимаете это? Ладно, я немножко пробомбился. В общем, ладно, ребят. Ждем. Так сказать. Начальскую подачку в виде еды. Эх, ребятки. Я уже тут чаи гоняю. Вот, принесли нам похавать, короче. Давайте посмотрим, что у нас в сегодняшнем меню. Так, что, радио давайте. Блядь, тихо. Радио давайте куда-нибудь вот сюда упакуем. Оно мне сейчас там не надо сильно близко. Пультик, что, кинем тут, наверное, пока. Давайте под носик поближе. Посмотрим, что у нас сегодня. Итак. Чем кормят в тюрьме? Ну, я, ну, в принципе, если два раза в день так будут давать, то я проживу. Главное, что из сигареты. Итак, у нас есть какой-то суп непонятный. Из говна или из каши. Какой-то. Пия, я не знаю. Яблочный? Нет, не яблочный. Это какой-то... Короче, лень сейчас просто идти в переводчик, забивать, что такое пия. В общем, ребят, какой-то супец. У нас салат, пачка сигарет, кусок хлеба с маслом, судя по всему, и молоко. Хорошо. Ну что, давайте отведаем супчика. Посмотрим, что он у нас утоляет. А, ну, слушайте, неплохо. То есть салатик я могу оставить и на потом. И молочка. Слушать, ничего. О, что у нас уже появились? Бля, закурил случайно. У нас уже появились татухи? Сразу? Серьезно? А я думал, они постепенно, типа, с каждым днём будут появляться. Интересно. Подождите, а на какую кнопку? А, фу. Прикольно. А может, они с каждым днём будут как-то по-другому выглядеть? А, не, подождите, у меня же текстурпак стоит, поэтому у меня на ртатухи изменены, да? Смотрите, это вот там, там самого права дядя наш. Прикольно, ребят. Прикольно. Ну, короче, ладно, мы с вами поняли. Ну, тогда еду я пока оставлю. Вот. Да, ребят, еду я пока оставлю, чтобы потом, если что, перекусить ещё ближе к ночи. А пока просто продолжу сидеть здесь. Так что, ребятки, наверное, на этом мы с вами пока что будем заканчивать эту серийку. Постараюсь отсидеть этот срок максимально быстро, для того, чтобы новая серия не заставила себя долго ждать. Я и так оставил вас на целых практически два дня без новой серии по My Summer Car, потому что пытался её починить. Так что, ребятки, давайте поддерживайте лайком, как вы умеете. Вы My Summer Car прям обожаете и лайков ставите очень много. Это, ребят, очень круто. Так что поддерживайте эту серию прям по максимуму. И я добьюсь скорейшего выхода. Может быть, поудо. Так что всё, ребятки. Подписывайтесь на канал, если вы здесь впервые. Огромное спасибо вам всем за просмотр. С вами был я, Мак Лаксон. Не забывайте про телеграм-канал, ребята. Ссылочка в описании и прямо сейчас подо мной. Там могут быть важные новости, если опять у меня что-то случится. И какие-то видео не смогут выйти на канале. В общем, всё, ребят, всё. Ещё раз спасибо огромное всем за просмотр. Хорошего настроения, ребят. Большой удачи. Не садитесь в тюрьму, как я. Не повторяйте моих ошибок. Будьте законопослушными. Ну и увидимся, ребятки, в новых видео. Всем, ребята, пока.